я приветствую всех на телеканале беларусь 4 это программа добрый вечер гомель как всегда мы работаем в прямом эфире друзья сегодня на календаре 27 августа начало новой трудовой недели ну и как не печально это говорить это последняя летняя неделя хотя расстраиваться по моему рано лето судя по всему поселилась в нашем городе надолго и всерьез во всяком случае такой вывод я сделал согласно из сегодняшних сегодняшних погодных условий прекрасный летний вечер и что еще хочу сказать все посмотришь в календаре там что не день то праздник вот и сегодня по некоторым по некоторым источникам прекрасный праздник называется он день пролетающих облаков поэтому есть хороший повод присоединиться к нашей вечерней компании отмечать этот праздник ну и конечно же завершение августа еще это и прекрасная пора в преддверии бархатного сезона ну а в мире культуры это начало новых сезонов премьер и старт новым проектом так что друзья мы работаем в прямом эфире и вы знаете сегодняшний вечер сегодняшнюю тему я решил обозначить прямо как школьное сочинение как я провел лето мы работаем в прямом эфире присоединяйтесь к нашему разговору ну а также наш вайбер готов принимать ваши послания на эту тему так что обещаю что сегодня будет очень много интересных гостей очень много интересных встреч и очень много интересных разговоров не переключайтесь через небольшую рекламную паузу мы вернемся в эту студию продолжим наш добрый вечер мы снова в студии доброго вечера на телеканале беларусь 4 работаем в прямом эфире и сразу несколько великолепных событий ожидают нас в этот период и так молодежный театр готовится к открытию 27 театрального сезона сегодня у нас гостях директор гомельского городского молодежного театра елена мостовенко добрый вечер и режиссер постановщик спектакля примерного спектакля королева красоты до примера которого осталось буквально пару дней виталь кравченко здравствуйте добрый ну наверное традиционный вопрос ну как вы провели лето виталий хорошо в работе великолепно самый крутой отдых это работа которая доставляет удовольствие ну хотя удалось и на неделю смотаться к теплому морю счастливы что сказать елена как вы провели лето взглядом то есть тоже в работе вот так вот для того чтобы открыть сезон нужно готовиться вот мы готовились очень много вопросов и к вам по поводу того что же скрывает это себе и премьера королевы красоты и 27 театральный сезон в вашем театре вот знаете символично сегодня 27 число 27 сезон в общем будет о чем на протяжении часа поговорить друзья гомельский государственный цирк распахнет свои двери для зрителей в гостях у нас главный администратор гомельского государственного цирка ольга могилевсова оленька рад тебя видеть взаимно рассказывай какой сезон будет в цирке и ну значит все ли к нему готово 15 сентября мы открываем наш сезон это уже 47 сейчас ведется подготовка в цирке по демонтажу первого ряда у нас кстати новшество такое да да ладно да это арена станет больше или нет арена останется такая же просто вместо первого ряда у нас будет барьер который будет защищать и зрителей артиста это для комфорта для удобства для безопасности так что приходите посмотрите как отлично впереди также много вопросов которые хотелось бы рассмотреть сегодня вечером по поводу того а вообще как ты провела лето ой отлично я успела съездить на море хорошо вот по белому вам завидую об этом поговорим далее в программе ну а вся музыкальная общественность уже готова следить за тем как же будут развиваться события на отборочном туре детского евровидения 2018 ну а в гостях у нас певец композитор музыкант большой друг нашей программы добрый вечер гумель макс лоренс макс привет 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 саша в гостях у нас финалист голос дети россии команда макса фадеева финалист таллинт краины финалист национального отбора одесского евровидения 2017-2018 ярослав соколиков сегодня у нас привет всем привет здравствуйте 31 августа ярослав выйдет на сцену отборочного тура одесского евровидения макс наверное вопрос тебе как же идет подготовка все ли готово все готово все в порядке как говорится покой нам только снится но у нас не осталось незаконченных дел поэтому мы сейчас полностью готовы выйти на сцену частности ярослав потому что я буду поддерживать только держать за него кулачки да вся комисская область вся беларусь я думаю будет его поддерживать мы будем счастливы на данный момент произойдет конечно у нас получилось так что песня автора из гомеля меня поддерживает прекрасного артиста из города минска так что это даже такое вот объединение что ли городов поэтому не даром есть такая поговорка что минск город первый но и гомель тоже не второй поэтому здесь как то уже немножко надо гомель прекрасный город я думаю что ярослав расскажет о его прелестях кстати ярослав тема нашей сегодняшней программы как я провел лето прямо как школьное сочинение рассказывай только честно как ты провел лето лето было мы достаточно насыщенным несмотря на все репетиции все подготовки и концерты радио также было время отдохнуть мы ездили всей большой семьей на море тоже ну и также тоже я ездил на дачу к своей тете и в общем все было отлично великолепно скажи а в гомеле вот в данный момент сейчас ты первый раз нет я уже наверное четвертый раз также помимо этого первый раз я был здесь когда я еще занимаюсь в данный момент тоже прыжками в воду и во дворце водного спорта в гомеле я там тоже выступал прыгал точнее да как успехи в прыжках не сильно хорошие но и не сильно плохие ну так значит есть к чему стремиться хорошо сейчас ты находишься в промо туре рассказывай где уже успел побывать и как тебя встречают твои поклонники ну скажу честно промо туром это назвать не сильно и можно я побывал уже выступил в жлобине на благотворительном концерте вместе с максом да и вот в гомеле вчера в самом центре на открытии магазина 8 марта как тебя принимали гомельские жлобинские поклонники очень весело и задорно замечательно макс подготовка к евровидению мероприятие достаточно серьезное и подобрать песню не просто песню а для маленького артиста для детской аудитории наверное сложнее чем подготовить взрослого и исполнителя совершенно верно поскольку написание песен для детей это специфическая работа требующая конкретного такого настроенного целенаправленного внимания конкретно под исполнителя поскольку для взрослых проще петь у них больше шансов что практически каждому подойдет песня да будь то женщина или мужчина исполнитель для детей петь крайне сложно поскольку ты должен понимать всего возрастные особенности голоса у кого-то ломка у кого-то мутация то есть надо искать такие ноты чтобы не сорвался голос да чтобы песня соответствовала образу чтобы тот материал музыкальный не просто был песней которую поют а открывал его внутренний мир передавал его нутро поскольку детей взрослые не то что оценивают а слушают совершенно по-другому нежели на взрослых артистов да у детей песня может быть не хитовая но проникновенная да если все взрослые ищут хит чтобы стать популярным у детей это немножко все по-другому происходит Ярослав молодец он четко выразил мысли мои музыкальные причем он мне еще и помогал писать поскольку где-то он давал какие-то идеи в тексте особенно так что это можно сказать что это наша плодотворная работа я в принципе автор но он мой маленький помощник и маленький друг в написании этого произведения вот о композиции поговорим чуть позже Макс мы тебя все прекрасно знаем и как сольного артиста и скажем так прекрасно знаем твои музыкальные проекты это и с белорусскими артистами и с российскими и с украинскими артистами расскажи как ваши творческие пути пересеклись с Ярославом за Ярославом я долгое время наблюдал поскольку он талантливый яркий запоминающийся натуральный блондин это сразу бросается в глаза я видел его выступления детские на голосе я видел его попытку победить на Евровидении в прошлом году и у меня в принципе сразу появилась какая-то симпатия но из-за того что наш круг общения достаточно узкие людей которых мы знаем мы пересеклись именно в определенной ситуации когда ребята обратились сказали что поможете нам попробуйте песню написать вот я не сразу ответ дал поскольку я понимал какая серьезная задача стоит передо мной написать песню для Евровидения для ребенка но пообщавшись прежде чем писать песню мы с ним сначала встретились мы с ним пели другие песни мы проводили мастер-классы я хотел понять какой же у него голос поскольку в прошлом году он пил одним темпом в этом году он совершенно по-другому он возмужал он становится уже маленьким мужчиной превращается во взрослого постепенно и когда я уже понял что человек настолько открытый светлый талантливый он быстро реагирует на любую поставленную задачу вокальную или музыкальную он трудоголик старается очень сильно поэтому я понял что нам это удастся вместе в нашем творческо-музыкальном тандеме и принялся писать произведения и хочу сказать что не уверен что эта песня если бы пел кто-то другой звучало именно так поскольку так получилось что это специально написанная песня специально для Ярослава вот в этом была наверное вся сложность вот понимаешь я всегда думал что когда перед композитором ставится задача написать ту или иную песню ну не обязательно детскую но вот в данном случае детская песня я бы например подумал а как бы мне одиннадцатилетнему было бы интересно эту песню спеть и о чем спеть как рождаются подобные композиции дело в том ты тоже ставишь себе подобные вопросы я ставлю эти вопросы мне приходится переживать весь этот процесс превращаться может быть назад в ребенка да в голове вспоминать чем я занимался в одиннадцать лет в этом возрасте какие у меня были увлечения какие мультики смотрел какие у меня были друзья вообще мой образ жизни было ли в моей жизни больше спорта или музыки то есть мне нужно было сначала пройти эту трансформацию перед трансформацией чтобы определить вот это направление в котором писать плюс у меня были подсказки поскольку допустим Ярослав рассказал свои музыкальные предпочтения кстати Ярослав какие у тебя музыкальные предпочтения сложноватый вопрос да ладно ну да он как и все дети любит что? быструю музыку так но пою я эстрадный вокал а также и оперу не хорошо то что ты поешь это отдельная история и мы сегодня это обязательно вот вот скоро услышим а твои музыкальные предпочтения что ты слушаешь скажем так в свободное от музыкальной занятости и школы время в основном английский рэп английский рэп и он сказал это слово это рэп ребята когда ты впервые услышал композицию которую тебе предстоит исполнять перед тем как начались все репетиции какие мысли тебя посетили о чем ты подумал и что ты в первую очередь сказал Максу? ну первоначально мне очень понравилась эта композиция я понял что песня моя и она мне лежит по слуху то есть даже она она в моем плейлисте и я ее иногда сам слушаю я думаю что сейчас самое время в прямом эфире на телеканале Беларусь 4 Гомель в программе добрый вечер Гомель исполнить то что я уверен покорит сердца это миллионов людей во время отборочного тура на Одесском Евровидении 2018 итак друзья приготовьтесь и слушайте мир на земле да? абсолютно посмотри посмотри как тихо падают звезды и дарят нам свой яркий сказочный свет мы с тобой над неудачи смеемся и нет больше бед нет больше бед ты поверь что это все не напрасно есть у сказки свой счастливый конец и даже если день сегодня ненастный я буду петь я буду петь пусть вокруг все засияет любовью и людей объединяя сердца let's build a world for you and me let's build a world that's full of love and harmony just take my hand and you will see and you will see there in the world that's full of love if we believe каждый день мы вспоминаем о главном забывая на вопросы ответ нам с тобой так трудно быть постоянно там где нас нет там где нас нет это чудо происходит обычно когда ты не понимаешь всерьез то что мир который ты по привычке любишь любишь на слез любишь на слез let the light show you our way through the darkness take my hands together we'll find the way мир на земле построим мы мир на земле полный любви и красоты мир на земле для всех для нас мир на земле мы построим с тобой здесь и сейчас мир на земле мы построим с тобой здесь и сейчас мир на земле мы построим с тобой здесь и сейчас браво огромное спасибо за это исполнение за эту песню ярослав вот для тебя на данном этапе подготовку буквально несколько дней остаются до этого глобального события для тебя что скажем так но я не скажу самым сложным самым наверное ответственным и волнительным в этом во всем процессе что является скажу наверное просто спеть ну то есть постараться откинуть вообще все волнения и выйти на сцену и кайфануть я думаю что все так и будет но ты знаешь я думаю что твоим поклонникам которые находятся по ту сторону экрана все таки интересно будет узнать не только про тебя как про исполнителя а как про обычного парня который живет в нашей стране в столице в городе минске чем увлекаешься и с каким настроением пойдешь в школу об этом мы не только поговорим сразу после короткой паузы а также друзья не переключайтесь потому что впереди у нас еще много интересного узнаем чем будет начинаться 27 театральный сезон в Гомельском городском молодежном театре и какие сюрпризы ждут в 47 сезоне в нашем Гомельском госцирке буквально через мгновение мы продолжим разговор на эту тему итак друзья мы по прежнему в прямом эфире а у меня в руках замечательный пригласительный билет на двух человек на премьеру под названием королева красоты премьера состоится 30 августа в 19.00 на сцене Гомельского городского молодежного театра но просто так я вам этот билет не отдам внимание вопрос известно что Мартин Макдонах написал пьесу королева красоты за довольно короткий срок какой именно даю вам подсказку три варианта ответа восемь дней одна ночь или три недели звоните к нам в эфир предлагайте ваши варианты ответов и возможно возможно кому-то из вас достанется этот пригласительный билет ну а если не будет правильного ответа этот билет останется у меня координаты прямого эфира на наших экранах так что жду ваши звонки ну а театральный мир затаился перед началом нового сезона и громких премьер Елена Мостаенко директор театра сегодня у нас в гостях и Виталий Кравченко режиссер постановщик спектакля королева красоты еще раз здравствуйте здравствуйте а рассказывайте с какими настроениями подходите вот к 27 сезону с рабочим с волнением ну вот я запомнил то что лето прошло лето прошло лето прошло проводили взглядом да дело в том что с конца весны мы не работали у себя в зале для зрителя и мы знаем по откликам в интернете что наши зрители поклонники нашего творчества уже соскучились по нашим спектаклям и поэтому все то что мы выпустили в конце прошлого сезона и вот сейчас мы подготовили новый спектакль королева красоты это все с нетерпением ждет своего зрителя и мы очень надеемся что это будет интересно и что те кто всегда приходили к нам и на сей раз не обойдут нас своим вниманием и плюс у нас появятся новые зрители ну прошлый сезон смею заметить был у вас достаточно насыщенный и в премьерном плане и про гомельский молодежный театр заговорили на многих театральных площадках страны и не только это и тоже спектакль метод без ложной стручности да Виталий да как тебе работает на гомельской сцене с гомельскими артистами ну раз второй раз уже значит хорошо я люблю я и гомель знаете я разразился недалеко отсюда из Лоева и как-то гомель очень долго не было в гомелье когда уехал в минск и когда в прошлом году приехал ставить метод он для меня совершенно по-другому открылся как вы сказали в начале как в минск не 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 Минск город первый но и гомель тоже не второй вот и я бы тут даже может еще выше бы даже понял потому что он приобрел какую-то такую не знаю в нем очень уютно стало и тоже касается и труппы гомельского молодежного театра с которым очень приятно иметь дело поэтому у меня самое наилучшее впечатление и ощущение по работе с актерами и с этим театром но спектакль метод к слову сказать до сих пор обсуждается в театральных кругах и среди тех людей которые ходят на пример и всегда посещают театр королева красоты ну само уже название интригует если честно у меня только всплывает вот эта стихотворная строчка из песни я иду к тебе навстречу я несу тебе цветы то единственное на свете королеве красоты а с методом какая возникает строчка что с методом какая строчка возникает никакой с методом все спектакли метки может и с методом есть какая-то нет ну метод это отдельная история давайте о том чем будете удивлять зрителя в этом году кто такая эта королева красоты ну чтобы понять кто она такая нужно прийти посмотреть спектакль ну это естественно я ожидал кстати этот ответ и все же дело в том что макдонах любит любит давать нам такие задачки особенно в этой пьесе может быть потому что она была первой и поэтому название королева красоты очень долго приходилось разгадывать и я по крайней мере я как режиссер трактует название только так вообще мы все рождаем красивыми хорошими милыми и так далее с течением в течение жизни мы обрастаем завистью злостью и так далее и постепенно та красота природная которая мы все рождаем она уходит ее приходиться искусственно кто-то искусственно пытается ее как-то воссоздать кто-то пытается речь идет о красоте духовной И эта королева красоты, она ее утратила. И когда все, что касается королевы красоты в этом спектакле и в этой пьесе, это в прошлом. Она живет этим в прошлом. Она живет нереализованными мечтами, нереализованными желаниями. Этому есть ряд обстоятельств, почему они нереализованы. Но, как я говорю, всегда каждый человек несет сам ответственность за свою жизнь. И проще всего сказать, что вот из-за этого, либо из-за этой моя жизнь не сложилась, либо мои мечты не реализовались. Но нужно, необходимо, что бы там ни было, необходимо реализовывать свою мечту. Иначе это предательство. А мечту предавать нельзя. Она начинает мстить. И последствия этой мести бывают очень жестокими, иногда трагическими. Что и как раз таки мы увидим в королеве красоты. Скажи один такой момент. Закончится все хорошо? Не скажу. Ладно, хорошо. Есть у нас телефонный звонок. И у меня в руках есть билет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Анатолий. Откуда вы звоните? С Гомеля. Анатолий, ну а как вы провели лето? Ну пока еще никак. Я еще в отпуск не ушел, пока работаю. А, то есть у вас лето начинается, когда уходите в отпуск? Нет, у меня в другом месяце в отпуск. Ага. Я понял вас. Ну хорошо, у меня в руках пригласительный билет. И, собственно говоря, он мне самому близок и дорог уже стал. Тем более режиссер постановщик спектакля заинтриговал. Готовы ответить на вопрос? Ну попытаемся. А он еще вопрос. Конечно, конечно, повторю. Известно, что Мартин Макдонаг написал пьесу «Королева красоты» за довольно короткий срок. Какой именно? Восемь дней, одна ночь или три недели? Ну, думаю, три недели. А почему? Ну, я думаю, что за одну ночь вообще невозможно написать. Там можно только один стих какой-нибудь написать. Да ладно. Да. Иногда за ночь целые эпизоды, целые там постановки у некоторых людей в жизни происходят. Ну, я не встречал таких людей. Понимаете, а иногда бывает, что сон посмотришь, а там сон на целый сериал может быть рассчитан. Ну, не знаю. То есть, а за три недели вы считаете, что вот это вот вполне возможно? За три недели вполне. Но нет же, это не три недели. Спасибо вам, Анатолий, за звонок и прекрасного вам продолжения летнего сезона. Друзья, ну, пригласительный по-прежнему остается у меня. Возможно, вот уже один вариант ответа мы получили. Говорил же, не надо было давать варианты ответов. Ну, хорошо же, осталось только два. Из двух выбрать короче. Так, мы остановились на том, что ты не раскроешь тайну, чем же все закончится. Елена, то, что касается театрального мира, скажем так, здесь тоже надо постараться, чем же зрителя удивить. Что хочет видеть современный театрал? Если говорить об более или менее опытном театрале, то мы считаем, что вот сейчас, на современном этапе развития нашего общества, люди хотят видеть спектакли, которые заставляют думать, заставляют чувствовать, вызывают в голове, в душе и в сердце какой-то отклик. Если, скажем, брать зрителя, того, кто не является завсегда тайм-театра, ну, здесь могут быть вкусы совершенно разные. А кто знает вообще? Мне кажется, вообще понять, чего хочет зритель невозможно. Каким образом это объяснить? Зритель употребляет то, что ему предлагают. Мне кажется, абсолютно неправильно идти от обратного. Чего вы хотите посмотреть? Ну, вы хотите одного посмотреть, другой человек хочет другого. И вот как в этой ситуации быть? Поэтому нужно, наоборот, предлагать зрителю. Приучать его к хорошему. Да. Ну, безусловно. Мы сейчас говорим только о хорошем. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Меня зовут Саша. А вы откуда к нам звоните? Гомельчанка. Гомельчанка, великолепно. Ну, рассказывайте, как вы провели это лето? В поисках работы. И, слава богу, устроилась на работу. Да ладно? Да. Ну, мы вас поздравляем. Спасибо. Вся студия прямо аплодирует вам. Спасибо. В театр часто ходите? Нет, редко. Ну, рассказывайте, тогда только вот честно. Что из, скажем так, крайних спектаклей в каком театре смотрели? Ну, я, честно говоря, в последний раз в театре была только, наверное, подростком. Сейчас я уже, как говорится, возраст у меня такой ближе к полтиннику. Прекрасный возраст. Мадонна его недавно 60 отметила, и все у нее вот так вот. Хорошо, спасибо. И, кстати. Ну, я же так понимаю, вы звоните не просто так. Вот этот вот желтый квиточек, который, признаюсь честно, мне очень близок и дорог уже стал. Вы хотите у меня... Ну, да, попробую, попытаюсь. Вопрос повторить вам? Ну, я думаю, за ночь он пьес написал. За ночь, думаете, да? А почему? То есть мои подсказки, что за ночь можно увидеть огромное количество снов и по ним написать сериал. Ну, если у Менделеева получилась таблица за ночь, он увидел это элемент. Действительно, как-то я забыл про этот факт. Так я думаю, у этого получилась пьеса тоже за ночь написать. А у вас такое бывало когда-нибудь, что просыпаетесь? Ну, вещи сны редко бывают, но бывают. Ясно. Верите в вещи сны? Ну, да, честно верю. Ох, увы и ах, но это дело не одной ночи. Так что извините, но в любом случае спасибо вам за звонок. Спасибо. И еще раз поздравляю вас, что это лето прошло не напрасно. Ну, какой тяжелый вопрос вы загадали. Чуть-чуть интересный вариант ответа. Можно попробовать его угадать. Если его не называть, то, может быть, кто-то еще проверит, кто помнит вообще вопрос. Условия, да. Отлично, друзья. Мы по-прежнему работаем в прямом эфире. Сегодня мы и открываем сезоны, и готовимся к предстоящему отборочному туру на Детское Евровидение 2018. Но, вы знаете, тем временем к торжественному моменту встреча со своим зрителем готовится и Гомельский цирк. Буквально через одно мгновение узнаем все подробности, что же сейчас происходит на Манеже цирка, и чем цирковое пространство будет удивлять своего зрителя. Не переключайтесь. Ну, друзья, мы по-прежнему в прямом эфире, как я провел лето. Вот так буквально даже где-то по-школьному я решил назвать нашу программу. Так что пишите в Вайбер ваши послания, как же вы провели лето. Ну, а тем временем я хочу еще раз поприветствовать мою гостю, главный администратор Гомельского государственного цирка Ольга Могилевцева сегодня у нас в гостях. Вот всегда, знаешь, какой вопрос меня интересовал? Обычно на протяжении осени, зима, весна и чуть-чуть лета цирковой манеж цирка радует нас, удивляет различными представлениями, перформансами. Но на лето цирк закрывается. Вот у меня вопрос, а что же происходит летом в цирке? Ну, ты знаешь, на самом деле ничего магического. Просто ремонтные работы, подготавливаем фойе, зал, цирк в целом, ко встрече новому сезону, новых артистов, нашего зрителя и нового, и тот, который уже приходит, постоянного зрителя. Ну, то есть никакой магии. Пока нет артистов и нет зрителей, все просто. То есть магия начинается с того момента, когда его величество зритель заходит в зрительный зал? Нет, я бы сказала, магия начинается, когда уже приезжают артисты. Вот там уже начинается подготовка, репетиции. Это уже такой магический, интересный момент. Прошлый сезон, вот два крайних сезона, это и эмоции от братьев Запашных, это и великолепные цирковые династии, и Алиса Нестерова, которую все прекрасно до сих пор помнят. Мы с тобой и помним. Да-да-да-да. Это и великолепные клоунские группы. Сейчас, в преддверии 47-го сезона, можно уже рассказывать о каких-то тайнах, о каких-то секретах, о той магии, которую будете удивлять в этом сезоне? Я могу рассказать, пока приоткрыть, так скажем, нашу первую программу в этом сезоне, которая начинается 15 сентября. Мы привозим большой венгерский цирк, так называется программа. Венгерский цирк, тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну, это ты, не то немножко поешь, но ничего страшного. Значит, что у нас будет? Будет аттракцион со слоном, это у нас венгры именно везут. Будет бегемотик, зебры, ламы, пони, все, что любят детки. Однако у нас будут артисты не только из Венгрии, и из российских цирков также будет. Также будут у нас артисты из Белгосцирка, две девочки, трапецию будут работать. И, конечно, веселый озорной клоун. Так что будет весело, интересно, увлекательно, что-то по-новому. Я думаю, что венгерские артисты что-то такое, изюминку иностранную внесут все-таки в программу. Вот смотри, всегда интересовал такой вопрос. Вот согласись, артисты цирка, к какому бы жанру они ни относились, они вот обладают какой-то вот аурой магии. Ну, равно как и любой другой артист. Будь то эстрадный артист, будь то артист театра. Ну, и, конечно же, обслуживают, ну, даже не обслуживают, административный состав также, ну, никуда деться не может. Вот скажи честно, у тебя никогда не было желания тоже попробовать себя в тех же трапециях, в той же иллюзии? Знаешь, было желание, и оно до сих пор остается. Но так как я безумно боюсь высоты, я все равно еще пока что в мечтах у меня это есть. Я все-таки надеюсь, что я когда-нибудь смогу перебороть свой страх и попробовать. Вот если бы я был на твоем месте, я бы воспользовался служебным положением. И пока никто не видит, пока зрительный зал пустый, идут репетиции, я бы попросил опытных инструкторов, опытных артистов. Ой, у нас очень строгие инструктора, инспектор Манежа, который не разрешает вообще у нас. С этим все очень строго, с техникой безопасности. То есть неподготовленный человек не может просто так взлететь в воздух. Но мы-то знаем, если хочется, то можно. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. У нас есть «Алло, добрый вам вечер». Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Наталья. Наталья. Откуда? Из Гомеля. Из Гомеля. Наверное, решили еще раз ответить на наш вопрос. Алло. Конечно, Александр. Да-да-да. Ну, расскажите для начала, как вы провели ваше лето? С какими эмоциями подходите, скажем так, к началу бархатного сезона? Не хочу назвать осень, назову это бархатный сезон. Прекрасно провело лето, прекрасно. Где были, что видели? Ездили в Турцию, в Мармарис, в начале июня. Отлично, замечательно. Ну, скажите, а в театр часто заглядываете? На премьеры ходите? Часто-часто. Что в молодежном театре смотрели за 26 сезон? Ну, мы в основном ходим в драмтеатр с подружкой. Угу. Хорошо, что больше нравится? Трагедии, комедии? Комедии, конечно же. Отлично. Ну, вот у вас есть все шансы пойти еще и в молодежный театр. Готовы ответить на мой вопрос? С удовольствием. Вопрос помните или напомнить? Ну, можете напомнить. Итак, известно, что Мартин Макдонаг написал пьесу «Королева красоты» за довольно короткий срок. Какой именно? Восемь дней, одна ночь или три недели? Ну, так получается, что восемь дней уже. Ну, конечно же. Давайте поддержим нашу эфирную гостью аплодисментами. Я хотела бы играть в серии. Знаете, спасибо вам за внимательность. В какой-то степени мы и рассчитывали на то, что кто-то из наших телезрителей окажется самым внимательным и дождется, чтобы третьим позвонить в нашу студию. Я вас поздравляю. Этот билет на двух человек на премьеру спектакля «Королева красоты» он ваш. Напомню, что спектакль состоится 30 августа этого года. Начало в 19.00 на сцене Гомельского городского молодежного театра. Так что поздравляем. Спектакль будет идти не один день? Разумеется, нет. 30, 31 августа, 1 и 12 сентября вот мы начинаем. Ну и далее уже в репертуарной афише он будет у нас присутствовать, конечно же. Отлично. Друзья, сейчас я предлагаю сделать перерыв на небольшую рекламную паузу, после чего мы узнаем о всех увлечениях нашего представителя на отборочном туре «Детского Евровидения-2018». И узнаем, за сколько секунд он собирает великолепный кубик Рубика. Не переключайтесь. Итак, друзья, мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер» Гомель на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы и открываем новые сезоны. Вот уже практически открыли и с 27 сезон в Молодежном театре, и с 47 сезон вот буквально в середине следующего месяца откроется в Гомельском государственном цирке. Ну и, конечно же, все мы будем 31 августа у кранов телевизоров следить за тем, как разворачиваются события на отборочном туре «Детского Евровидения». Сегодня участник конкурса Ярослав Соколиков у нас в гостях. Еще раз привет. Вот с самого начала эфира, как только ты появился у нас на телерадиокомпании, два замечательных кубика Рубика, но они не совсем обычные. Ты все время их вертишь в руках. Расскажи, это одно из твоих увлечений? Ну да, я занялся таким, как бы, подобием спортом, как спидкубинг. Ну, то, что касается спорта, я запомнил. Вначале ты рассказал про прыжки в воду. Да. Ну, это подобие спорта, спидкубинг, собирание кубиков Рубика на время. Ага. Ну, я смотрю, ты его уже собрал, пока здесь нашел эфир. А у тебя там еще один есть. Да. Ну, они какие-то странные. Я привык видеть классический вариант кубик Рубика. Расскажи, что это вот за такие вот необычного дизайна. Вот это называется ИВИ Куб. У него крутятся половинки с серединкой. Это называется СКЮБ. Ну, по похожему принципу. А еще я знаю, что одно из твоих увлечений – это рыбалка. Ну, как бы да, немного. Ну, вот все это хорошо. Музыкальные конкурсы, промо-тур, подготовка к Евровидению. Лето так вот раз, как бы пролетело. Но рыбу-то успел половить? Да, с другом ездили. Чем ловишь, на что ловишь? И вот обычные рыбаки хвастаются, кто какую самую большую рыбу поймал? Не, ну, хвастаться не сильно есть чем. На поплавок ловлю. Ну, и в принципе, все. Ну, то есть котам хватает? Ну, котов у нас дома нет. Не, ну, пускай рыбу. Ты правильный. Хорошо, вот я все жду, пока ты его закрутишь до такой степени, чтобы невозможно было его собрать. А мы пока… Давай. Какое ощущение странное, правда. Вы уголочек флипнули. Как флипп? Уголочки не флиппаются. Такой музыкенери. Флиппность, уголочки не вращаются. Ярослав, а ты сейчас, собственно говоря, о чем? Ты можешь исправить это? Ну, да, но это сложнее будет собрать. А я повернул детальку, которая не должна поворачиваться. Да. Взял руки и сломал. Уголочку вот так, не вертится. А, это… Только как бы половинки. Ориентир. Это, получается, ориентир для сбора, да? Да. Так. Это нельзя трогать, да? Да, уголочки нельзя. Макс, судя по твоей… Это, мне кажется, я творческий человек, но мне очень сложно. Судя по твоей реакции, ты впервые в жизни держишь подобную штуку именно так в такой конфигурации. Саша, мне кажется, машину водить проще. Я тебе правда говорю. Песню для детского юровидения, наверное, писать проще. У меня тут поворачивается мозг немножко в другую сторону. Ладно, пусть Макс пока собирает. Ярослав, к тебе. Подожди, не собирай. К тебе пока что пару вопросов. Макс, отдай Максу, пусть он побольше запутает. Скажи, а вот 11 лет тебе, а когда вообще родители поняли, что у тебя уникальный голос, что ты прекрасный вокалист и что тебя нужно развивать именно в этом направлении? С какого возраста ты поешь? С четырех лет. Да ладно? Да. Помнишь свою первую песню, которую впечатлил всех? Это была песня «Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда». Ну, то ли еще будет. Ну, было это вообще так. То есть я подпевал детские караоке, мама оставила мне их в машине. У мамы тогда был некий слух, она работает в ансамбле «Хорошки». И я подпевал по нотам достаточно чисто детские песенки. То есть ты, скажем так, не в обычной семье, а в музыкальной семье. И, собственно говоря... Только мама танцует, и все. И, наверное, спустя неделю мама меня отвела в парк Горького у нас в Минске. И я встретился со своим педагогом, с которым до сих пор сейчас. Это Зичкина Инга Паловна. Отлично. Макс, покажи, что ты сотворил с этим кубиком. Я не знаю, правильно ли я сделал, но постарался максимально запутать. Ну, по цветовым комбинациям получилось красиво. Ярослав, посмотри внимательно на то, что там натворил Макс. И скажи, ориентировочно за сколько секунд ты исправишь ситуацию? Ну, постараюсь меньше 20. Ну, потому что подготовки к Евровидению все-таки... Я понял. Хорошо, приступай. Макс, ты вот буквально, ну, не так давно сам переживал все эти же самые чувства. У тебя тоже за плечами и все эти подготовительные конкурсы. Когда сам ты готовился к Евровидению, все мы за тебя переживали. Ну, и там и Новая волна, и Славянский базар. Все смотрели, держали кулаки, пальцы крестиком. Я не знаю, что там еще. Что сложнее и ответственнее? Самому готовиться или готовить артиста? Тем более маленького артиста. Все, ответ не придевается в кубик собор. Молодец. Ты знаешь, Саша, самому, конечно же, готовиться сложнее, поскольку когда ты находишься в состоянии конкурсанта, у тебя большая ответственность, у тебя много сложностей, волнения, подготовки. Вокалист – это такой персонаж в жизни, да? Вроде бы он может быть артистом-звездой, но тем не менее он очень хрупкий, поскольку голос повредить или простыть достаточно просто, да? И заболеть в ответственный какой-то момент, знаешь, когда в состоянии стресса ты все это переживаешь, организм получает очень сильный такой удар по здоровью, да? Поэтому нужно, чтобы все эти пазлы, вот как кубик Рубика, да, сложились и не было нигде никаких таких проколов, да, косяков, чтобы все было реально, четко, грамотно, безошибочно, чтобы ты, когда уже вышел, был подготовленный и, как я сегодня уже сказал, у тебя не осталось ни из-за законченных каких-то дел. Писать песню, допустим, или помогать в подготовке гораздо проще, потому что со стороны, опять же, виднее, правильно, и проще дать совет человеку, с которым ты дружишь, с которым ты помогаешь, правильно, да, нежели искать самому и принимать решения. И да, естественно, это не таких усилий требует, как стоять именно на сцене, поскольку на Ярославе гораздо серьезнее задача, нежели моя. Я как бы в тени, я просто написал песню. Моя задача сделать это в студии, написать аранжировку, отвечаю за продакшен, отвечаю за инструменты, за звучание, за его голос, за запись. Это я контролирую все сам в команде людей, с которыми я работаю. А Ярослав должен это все показать безошибочно, ярко, с настроением, с эмоциями. И в этот момент не будет никто спрашивать, кто написал песню. Это будет сугубо оценка Ярослава. Поэтому ему сложнее. Я ему желаю огромной удачи. Да мы всем желаем огромной удачи. Я знаю, как одному на сцене тяжело стоять. И как легче, когда на сцене ты работаешь в команде. Потому что, ты знаешь, я когда-то пел в группе Сленджем. И мы все пятером друг друга поддерживали в трудную минуту. И бывало так, что если какой-то неудачный момент, тебе всегда прикроют спину. А тут ты воин. Ты должен выйти и быть настолько сильным, чтобы один этот удар на себя принял и шел вперед к победе. Поэтому вот он, маленький принц, маленький воин. Я уверен, что все пройдет наилучшим образом. Ярослав, а вот на что у тебя не хватает времени? В принципе, если его... Ну, скажу честно, немного не хватает времени погулять с друзьями. То есть начнется школа, уроки, тренировки, вокал. Ты знаешь, я все так вот думаю, выберу нужный момент. Но молодец, сам затронул тему школы. Конкурсы конкурсами. А что с лицом, я не понял. Все немножко плохо. От слова школа или от слова первого сентября? И от того, и от того. Ну ладно, школу надо любить. Рассказывай. Ну, все-таки 31 числа пройдет. Это вот глобальное грандиозное событие, на котором ты просто обязан будешь превзойти всех. Ну, а потом же 1 сентября, как и все? На линейку в школу, на первый звонок? Ну, если я проснусь, потому что мероприятие закончится достаточно поздно. Ну, скорее всего, все-таки я на него пойду. Ну, а скажу честно, про школу еще не думал. Учебники скоро выдадут. Даже завтра приедут. Школьные принадлежности, пенал, транспортир, карандаши, краски, ручки. Все уже есть? Ну, как бы еще осталось все с прошлого года. Ага. Ну, там транспортир купить какой-нибудь. А так все и есть. Кстати, для чего необходим транспортир? А что это? Ясно. Честно, сам забыл. Хорошо, Ярослав. Ну, согласись, ты ученик далеко необычный и участник шоу «Голос» команды Макса Фадеева и участие в отборочных турах на Евровидение. Как к тебе относятся учителя? Дают ли какие-то поблажки, снисхождение, если где-то, например, что-то не в должной степени выучил? Или где-то там, но не смог из-за гастрольного графика попасть на урок? Ну, поблажки как бы именно таковых не бывает, но иногда учителя стараются мне помогать. То есть, если я там что-то пропустил, какую-то там даже ту же контрольную, ну, все равно, конечно, хотелось бы, чтобы никто не давал тетрады. Ну, не говорят, Соколиков, дневник на стол. Завтра с родителями в школу. Такого ни разу не было. И, надеюсь, не будет. Отлично. Любимые предметы в школе? Труд. А физкультура? У нас учительница девушка. Не, ну, все равно подтягиваться, канат, отжимание. Не, это все дело спокойно. Ну, и физкультура, да. А на трудах сейчас в 11 лет что проходит? Уже не помню. Мы делали в прошлом году в пятом классе подставку для горячего и лопатку для кухни. Ну, все, что необходимо. Ты знаешь, это достойно. Ярослав, хотел бы еще затронуть такой момент. Мы уже поговорили и про твое увлечение. Вот на скорость собирал ты кубик Рубика. Поговорили про рыбалку, про прыжки в воду. Вот узнали все твои взаимоотношения со школой. Я знаю, что кроме того, что ты слушаешь рэп, ты еще уже тоже поешь дуэтами на достаточно серьезном уровне, на больших сценах. Расскажи, с кем ты гордишься своей творческой дружбой? Я пел дуэтом. Для меня это было достаточно ответственно с Москвиной. Мы пели песню на итальянском «Конте Портиро». Также я пел еще с многими оперными артистами. А ведь оперная сцена, она, скажем так, принимает далеко не всех. Насколько уверена, насколько комфортно ты себя на ней чувствуешь? Скажу честно, для меня, мне это все нравится, все это дело. Ну, у меня сейчас достаточно высокий голос, но все-таки будет мутация, и буду после мутации выбирать, что выбирать, эстраду или оперу. Ну, это дело следующее. Я думаю, что мы с тобой в этой студии не однажды еще встретимся, поговорим об этом и не только. О чем мечтаешь на данном этапе жизни, в данный момент? Стать певцом. Ну, и, конечно, хотелось бы все-таки выиграть детское Евровидение. Я думаю, что все у тебя должно обязательно получиться, потому что оно должно у тебя получиться. Мы тебе желаем всяческих успехов. Ну, и, конечно же, и всей нашей телеаудитории, и всем городом, и всей областью, и всей страной будем за тебя болеть. Друзья, время движется к завершению программы. Я думаю, что нужно пригласить на открытие 27 сезона и позвать всех к себе. Ждем с нетерпением наших зрителей на все спектакли, которые у нас есть, интересные, необычные, очень хорошие и качественные. И мы будем рады всем в нашем зале. Ольга, поклонники циркового искусства также в ожидании начала сезона. Что скажешь в преддверии? В преддверии скажу, приходите, будет очень интересно. Ну, загадочку я такую оставлю, конечно. Цирк подготовил очень немало сюрпризов. Да-да-да, сюрпризы будут. Друзья, ну, а мне же хочется сказать, что завтра будет новый добрый вечер. Так что включайте телеканал «Беларусь-4 Гумель». Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Ну, и не забывайте заходить в нашу социальную сеть и оставляйте ваши комментарии, пожелания, о чем еще хотели бы вы поговорить и кого хотели бы увидеть у нас в гостях. Ну, а этот добрый вечер, Макс, я думаю, что без твоей песни он будет не совсем добрым и не совсем завершенным. Что исполнишь? Я спою свою песню «Притяжение», которую я написал не так давно. И пусть сила «Притяжение» объединит все сердца Гумеля и Гумельской области. И с силой вот этой любви и светлости проголосовали за Ярослава. Начинай, а мы тебе поможем аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры сделал DimaTorzok